Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Луки и сегодня мы приступаем к чтению 15 главы этого Евангелия. И первая тема – это тема притча о пропавшей овце. И мы читаем первый и второй стих. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисей же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Григорий Великий, Папа Римский, дает такое истолкование. Видя это, фарисеи роптали. Из этого события заключайте, что истинная праведность имеет сострадание, а ложное – пренебрежение, хотя и праведные имеют обычаи справедливо пренебрегать грешников, но иное дело, которое делается по гордости, а иное то, которое совершается по ревности к учению, ибо эти последние пренебрегают, но не пренебрегающие, отчаиваются, но не отчаивающиеся, преследуют, но любят, потому что хотя внешним образом через учение бронят, однако же внутренне по любви сохраняют доброе расположение. Григорий Великий этими словами показывает, что Христос не гнушался мытарей, он не гнушался грешников, хотя он противостоял греху. И святые отцы заповедали нам именно любить грешника и ненавидеть грех. Поэтому церковная строгость, она никогда не имеет целью отомстить грешнику за его порочный образ жизни. Как Ава Дорофей говорил, даже не подходи со словами обличения к человеку, если у тебя нет для него слов исправления. Таким образом, церковь, она всегда ищет помощи для человека, как его поддержать, как его укрепить в правоверии. И если человек заражен тяжелыми грехами, то это и воспринимается, как некий недуг, некая болезнь. И ему предлагаются слова исцеления и все необходимые средства через святые таинства уврачевания, потому что целый ряд таинств, они у нас уврачевающие. И мы читаем далее, но он сказал им следующую притчу. И далее идет сама притча. Григорий Великий пишет, «Но поскольку они были больны так, что и не сознавали своей болезни, потому что не знали, чем они были, то небесный врач Христос врачует их привлекательной пищей, предлагая занимательную притчу, и в сердце их указует на опухоль раны». То есть Христос беседовал притчами, исходя из тех немощей, в которых пребывали люди, чтобы уврачевать их такими примерами, такими образами. Итак, мы прочитали, что добрый пастырь оставляет 99 и идет за пропавшей одной овцой и ищет ее, пока не найдет. А когда найдет, он берет ее на плечи свои, причем с радостью и несет в дом. Григорий Великий пишет, «Овцу Господь положил на рамина свои, потому что, приняв человеческое естество, Он понес на себе грехи наши». Как пропавшую овцу пастырь кладет себе на плечи, так Сын Божий, повиснув на кресте, взял на себя всю тяжесть наших грехов и наших преступлений, нашего беззакония и нашего падения. Часто бывает, что люди совсем иначе относятся к грешнику. И если один из ста становится грешником, он может превращаться в изгоя, когда 99 начинают его гнать, потому что он портит как бы общую картину, и он неприятен тем, что общую картину он портит, портит все показатели нравственно-моральные и бросает тень как бы на все сообщество. Но в действительности проблема заключается в том, что все сто овец были потеряны в той или иной степени. И те 99, которые оказались в загоне, они тоже были когда-то найдены. Если посмотреть на любой приход, да, он состоит из разных людей. Один человек ходит уже 10 лет, другой ходит 20 лет, а кто-то пришел вчера, а кто-то сегодня. Но в любом случае, Господь, когда-то нашел и тебя, и меня, и все мы найдены им. Почему в этой притче говорится о том, что найденную овцу, он берет на плечи? Казалось бы, это обычная практика, так легче нести ее в то место, где остальные овцы. Но на самом деле, по законам Израиля, если человек приобретает какую-то вещь, например, он приходит на рынок, покупает овцу, платит деньги, но при этом не берет ее, он должен ее взять на плечи, пронести какое-то время, тогда она считается его овца, его собственность. А если он деньги заплатил, но на нее не обращает внимания, отошел в сторону, по законам Мишны, еврейским законам, хозяин может взять и продать ее второй раз и деньги не вернет. Или человек купил поле в трактате Кедушим, это Мишна, сказано, он заплатил деньги, он должен пройти по этому полю, а если он только оформил документы, но он не прошел по этому полю, он не вступил в обязанности хозяина. Поэтому, когда Христос находит нас и берет на свои плечи как можно ближе к своему сердцу, объемлено любовью своей, он делает нас своей собственностью. И мы читаем далее, и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». А кто это такие заправедники, которые не имеют нужды в покаянии, если в Библии сказано, что все согрешили и все лишены правды Божьей. Нету праведного ни одного. это люди, которые возгордились теми преимуществами, которые они когда-то имели во Христе, то, что Христос когда-то им протянул руку, и они по определению становятся нечистыми. посмотрите на удивительное истолкование опять же Григория Великого Двоеслова Папы Римского. Кстати, во время Великого Поста Литургии прежде освященных даров она как раз была написана Григорием Великим. Какое его истолкование? Он пишет, Нам, братья мои, надо обсудить, почему Господь поведает, что на небе бывает больше радости об обратившихся грешниках, нежели о постоянных праведниках, если не потому, что мы сами видим в ежедневном опыте что сознающие себя не подверженными никаким тяжким грехам большей частью такие люди хотя и стоят на пути праведности не делают ничего недозволительного однако же не усиленно порываются к небесному Отечеству и тем более дозволяют себе пользоваться вещами дозволенными чем тверже помнят что они не учинили ничего недозволенного и потому они большей частью бывают ленивы на совершение особенных добрых дел потому потому что не учинив никаких тяжких преступлений уже поэтому считают себя очень безопасными напротив же иногда те которые помнят что они учинили нечто непозволительное будучи сосредоточены в самих себе самой своей скорбью о том воспламеняются любовью к Богу совершают великие подвиги желают всего трудного в святой борьбе оставляют все мирское бегают от почестей радуются нанесенным поношением горят желанием порываясь к небесному Отечеству конец цитаты какие удивительные слова святитель Григорий Великий пишет что да у нас полно праведных которые действительно ничего серьезно плохого не сделали но они гордятся этим своим состоянием они расслабились в этом своем состоянии и их праведность как пророк Исаев писал как запачканная одежда а иной человек впадает в тяжелый грех но это побуждает его искать Бога искать то направление к небесам идя по которому единственно он может действительно обрести для себя путь спасения и в Евангелии от Матфея 21 глава 31 стих мы даже находим такие слова и Иисус говорит им истинно говорю вам что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное почему мытари обменщики валюты блудницы проститутки идут вперед книжников и фарисеев в Царствие Небесное потому что у этих мытари и блудниц не было иллюзии относительно самих себя они знали что они грешники не способные самостоятельно возвыситься до Бога общения и зная это они стремились и ко Христу как та женщина которая уцепилась за край его одежды в своей нечистоте и она обрела чудесное исцеление от своих недугов и следующая притча притча о потерянной Драхме это притча для домохозяек и мы читаем или какая женщина имея десять Драхм если потеряет одну Драхму не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно пока не найдет мы знаем у Христа есть притчи для рыбаков как бросают сеть в море и вылавливают разного вида рыбу есть притчи для крестьян вышел сеятель сеять есть притчи для горожан вы слышали упала башня и погибло столько-то человек а это притчи для домохозяек какая женщина имеет десять Драхм если потеряет одну Драхму не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно пока не найдет и посмотрите друзья какое интересное истолкование предлагает святитель Иоанн Салтауст это аллегорическое истолкование необходимо возлюбленные сказать кто эта жена имеющая десять Драхм это мудрость Божия имеющая десять Драхм какие сосчитай ангелы архангелы начало власти силы престолы господства херубимы серафимы и первозданный Адам эту Драхму Адама отторгнутую дьявольской злобою увлеченную в эту бездну жизни и погруженную в различные греховные удовольствия пришедшая мудрость Божия обрела нашла потому что какое-то время Адам потерялся как как обрела возлюбленная спросите вы она премудрость Божия придя с неба берет скудельный светильник тела облекается в тело зажигает светом божества поставляет на подсвечники креста ищет драхму водит ее во двор и пастбище ангелов конец цитации такое интересное аллегорическое истолкование дает святитель Иоанн Златоуст и действительно некоторые отцы древности так и писали что Бог создал людей чтобы восполнить число отпадших ангелов и мы святых называем земными ангелами небесными человеками а это значит что пока ты жив пока светильник твоей жизни не погас Бог будет продолжать искать тебя потому что ты для него ценность как для женщины имеющей 10 драх если одна пропала она ценность это десятая часть десятина десятина это то что принадлежит Богу по Писанию и в Писании сказано Бог говорит отдайте мне мои десятины то есть мы задолжали Богу самих себя разве Богу нужны деньги конечно нет мы задолжали Богу самих себя и когда мы это осознаем тогда наша жизнь начинает меняться и далее говорится про эту домохозяйку а найдя созовет подруг и соседок и скажет порадуйтесь со мною я нашла потерянную драхму так говорю вам восклицает Христос бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся поэтому любой человек самый не симпатичный для тебя человек это великая ценность в глазах Бога и Христос воплощается становится человеком умирает на кресте чтобы привлечь к себе хотя бы одного Залтаус так и толкует в одной из проповедей он восклицает если бы ты грешник один жил бы на земле ради тебя одного Сын Божий воплотился бы взял на себя все твои грехи и умер бы на кресте за твои преступления и воскрес бы для твоего оправдания Далее идет притча которая называется притча о блудном сыне многие знают эту притчу она начинается словами еще сказал у некоторого человека было два сына и сказал младший из них отцу отче дай мне следующую мне часть имения и отец разделил им имение по прошествии немногих дней младший сын собрав все пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое живя распутно кто такой младший сын который взял часть имения и расточил это мы с вами вспомните в молодости у нас было отличное зрение нам не нужны были очки вспомните в молодости у нас были крепкие ноги и нам не нужны были костыли вспомните в молодости отменное здоровье и все это нам дал Бог и мы расточили все это живя неправильно живя распутно расточили иногда настолько что почти потеряли самих себя и это ужасное состояние когда человек теряет самого себя и себя распутно этот сын пришел в полное оскудение и в полный упадок златоуст пишет итак этот блудный сын представляет собою образ падших после крещения оказывается этот блудный сын это христианин почему златоуст так считает потому что у него есть отец и у нас есть отец небесный как христос говорит я открыл им имя твое и научил нас молиться обращаясь к богу со словами отче наш мы как христиане получили от бога значительно больше чем неверующие это безотцовщина неверующая нам господь давал откровение познание о себе мы приступали к святым таинствам но потом кто-то оступился и ушел в сторону поэтому златоуст пишет итак этот блудный сын представляет собой образ падших после крещения а что он означает падших после крещения видно вот откуда первое он называется сыном а сыном никто не может назваться без крещения он он и жил в доме отеческом то есть в церкви получил долю во всех отеческих имуществах а прежде крещения нельзя воспользоваться отеческим достоянием не получить наследство таким образом все это указывает нам на общество верных то есть верующих притом блудный сын был братом живущего честно а братом не мог быть без духовного возрождения оказывается эта притча не про твоего неверующего соседа оказывается эта притча не про моего неверующего соседа она про христианина который имеет и отца и наследие от отца и дом имеет который принадлежит отцу и в котором он имеет особое положение но он все расточил все потерял как это происходит это происходит тогда когда мы теряем первую любовь как сказано в апокалипсисе имею против тебя то что ты оставил первую любовь вспомните когда мы пришли в церковь кто-то впервые пришел какие горячие молитвы мы произносили перед богом какие обеты мы давали богу какой прекрасной была наша первая исповедь как очистила она нас нашими же слезами первое осмысленное причастие первое прочтение библии мир открывался для нас заново все новыми и новыми красками в одной книге я читал что один мужчина был слепорожденный он вообще родился слепым но хирурги смогли вернуть ему зрение когда ему было уже лет пятьдесят а он не имел представления о том что такое видеть когда его спрашивали что такое видеть он говорил это дотрагиваться не трогая он не мог объяснить и когда зрение открылось он увидел солнце он упал на колени и благодарил Бога за такую красоту он проходил мимо цветов на лужайке он упал на колени благодарил Бога за эту красоту он мог нюхать только эти цветы мог только чихать от теплоты солнца а тут он созерцал эту красоту увидев красивое дерево он благодарил Бога за эту красоту действительно мы многое получаем от Бога но не всегда сохраняем это многое напротив теряем живя беспечно и распутно уже будучи православными христианами и мы читаем далее когда же он прожил все настал великий голод в той стране и он начал нуждаться а что это за та страна это мир мир мирская жизнь некоторые возвращаются к мирской жизни и пошел пристал к одному из жителей страны той а тот послал его на поля свои пасти свиней и он рад был наполнить чрево свое рожками которые ели свиньи но никто не давал ему бог тебе дал все а что тебе даст дьявол он тебе даже свиней не даст он тебе даже не даст то чем кормят свиней златоуст восклицает запомни это твердо тот кто отвергся благочестия не получает наслаждения от удовольствий мирских но обрекается на бедность и испытывает недостатки не находит себе удовлетворения даже и в тех пороках каким предается когда христианин есть такой образ резкий как бы возвращается на свою блевотину некогда выманы вымыты и возвращается на свою блевотину это очень печальное состояние и хотя он возвращается ради того чтобы пережить греховные чувства молодости а он уже не получит ни удовлетворения какое он получал будучи неверующим наоборот это будет приносить ему несчастье его жизнь потеряет смысл потому что подлинный смысл жизни человека заключается во Христе и за Христом мы кто-то или что-то во Христе и за Христом и мы никто и ничто вне Христа придя же в себя сказал сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом а я умираю от голода а кто такие наемники это не искренние верующие но они все-таки ходят в храм молятся Господь о них заботится а этот был сыном и все расточил живя распутно но он принимает решение встану пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против неба и пред тобою на самом деле это очень важно когда человек знает что надо делать помните как мы входили в одни поста мы об этом беседовали евангелие о Закхее евангелие о блудном сыне евангелие о мытаре фарисее Закхей самый плохой человек в городе но он искал видеть Иисуса кто он мытарь и фарисей мытарь это не прихожанин это какой-то захожанин который даже не знал как молиться но он бил себя в грудь а блудный сын самое слабое звено в собственной семье но он принимает правильное решение встану пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против тебя против неба и пред тобою может быть ты самый плохой человек в городе как Закхей может быть ты самый плохой прихожанин как мытарь может быть ты самый слабый звено в своей семье как блудный сын но если ты принимаешь решение вернуться к отцу небесному он не прогонит тебя он не оттолкнет тебя он говорит приходящего ко мне не прогоню его вон Златоуст пишет «Возвращусь добрым туда откуда ушел на зло вернусь к отцу моему творцу владыке попечителю и промыслителю возвращусь к тому который давно ждет и готов принять возвращающихся к нему удивительные слова и мы читаем девятнадцатый стих прочитаем вместе с восемнадцатым и так он говорит встану пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим в нашем случае уже не достоин называться христианином прими меня в число наемников твоих встал и пошел к отцу своему и мы можем представить с вами те чувства которые наполняли его сердце когда он шел к отцу своему он не рассчитывает на много он готов стать наемником во дворах отца свинопасом готов стать кем угодно он не знает примет его отец или нет и мы иногда впадая в тяжелые грехи не знаем а как удастся ли нам восстановить отношения с Богом такими какими они были до того или иного падения осквернения но мы читаем далее Библия это книга жизни она учит нас она раскрывает характер Бога показывает подлинное намерение Бога относительно нас и пока блудный сын идет к отцу мы читаем и когда он то есть блудный сын был еще далеко увидел его отец его и сжалился и побежав пал ему на шею и целовал его Бог видит тебя и меня Бог видит каждое живое существо помните я приводил такую красивую притчу если по черной черной скале черной черной ночью ползет черный черный муравей Господь знает откуда куда и зачем он ползет Бог видит твои сомнения он видит твои переживания он видит твою скорбь и мы прочитали что когда этот блудный сын был еще далек от отца далек от порогов церковных увидел его отец его и сжалился и побежал ему навстречу Бог бежит навстречу к человеку Творец Вселенной спешит навстречу к человеку как нищий он стоит под дверью твоего сердца и стучит как сказано в апокалипсисе все стою у двери и стучу все стою у двери и стучу кто творит и вот он побежав отец пал ему на шею и целовал его отец заключает блудного сына в объятии отче сын же сказал ему отче я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим отец как бы не слышит его смотрите по тексту а отец сказал рабам своим принесите лучшую одежду лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги приведите откормленного теленка и заколите станем есть и веселиться ибо этот сын мой был мертв и ожил мы действительно умираем в грехах и оживаем Божьим прощением ибо этот сын мой был мертв и ожил пропадал и нашелся и начали веселиться действительно радость среди ангелов на небесах об одном кающемся радость отца о блудном сыне который вернулся в дом отчий это непостижимое ликование торжество радость женщины которая нашла потерянную монету радость Бога что ты сегодня не бегаешь где-то там по рынку по магазинам а ты пришел в храм и торжество православия заключается в том что ты возлюбил Слово Божие читаешь Слово Божие изучаешь Слово Божие участвуешь в богослужениях церкви и в святых таинствах и что происходит далее старший же сын вернулся младший сын но там был старший вполне приличный молодой человек который никуда не убегал из дома отца образцовый прихожанин который не покидал общину старший же сын его был на поле то есть он занят трудом поле это может быть нива благовествования которое уже побелело и возвращаясь когда приблизился к дому услышал пение и ликование и призвав одного из слуг спросил что это такое он сказал ему брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка потому что принял его здоровым что значит принял его здоровым он не мог быть здоровым расточив все и вся само Божье прощение исцеляет нас освобождая от тех язв которые дьявол наносит нам в результате греха он казалось бы должен порадоваться за младшего брата но что происходит он осердился и не хотел войти отец же его выйти звал его но он сказал в ответ отцу вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего но ты никогда не дал мне козленка чтобы мне повеселиться с друзьями моими а когда этот сын твой расточивший имение свое с блудницами пришел ты заколол для него откормленного теленка он же сказал ему отец говорит ему сын мой ты всегда со мною и все мое твое а о том надо радоваться и веселиться что брат твой сей был мертв и ожил пропадал и нашелся блаженный ироним предлагает такое объяснение а о том надо было радоваться и веселиться что брат твой сей был мертв и ожил пропадал и нашелся и так будем надеяться что и мы сделавшиеся мертвыми через прегрешения можем ожить через покаяние в настоящей притче находится сам сын подобно тому как в прежних притчах приносится назад заблудшая овца и обретается потерянный драхма все три притчи заключаются одинаковым окончанием пропадал и нашелся чтобы посредством различных уподоблений мы уразумели одну и ту же мысль о принятии грешников конец цитаты то есть Бог пока мы живы имеет какое-то намерение относительно каждого из нас и мы даже знаем это намерение сказано что Бог хочет чтобы все спаслись и пришли к познанию веры да мы все пропадали мы все блуждали в стране далече мы были духовно мертвы нравственно и морально мертвы но силой благодатью Христа мы стали тем или чем чем мы стали поистине тот кто пропадает может быть найден тот кто умер нравственно и морально может быть воскрешен в этом сила Слова Божия Христос воскресил четырехдневного Лазаря Лазарь выйди вон Христос силен воскресить твою и мою душу для новой жизни в Боге и с Богом и вот эта глава 15 глава Евангелия от Луки несколько притч подряд притча о пропавшей овце притча о потерянной Драхме притча о блудном сыне три притчи и один вывод в Боге мы можем обрести все даже если мы уже потеряли себя в этой жизни даже если мы уже пропали Он может найти нас воскресить нас и возрадоваться о нашем спасении спасибо всех Христос христос